А у меня его нет. Я вам больше скажу. Я вообще фактически не могу не обнять и соцсетям, не уделяя внимания, у меня нет просто на это времени никакого, ну, жизненного пространства, у меня нет на это. И очень, в общем-то, я этому рада. Могу позволить себе уделить внимание другим вещам. Ну, да, классификация, вот она, стандартная. Ничего нового вы не узнаете в ней. Все известно. То, что мы с вами сейчас и обсудили. Единственное, что вот в свое время я у своего доктора, ортопеда, с которым я работаю, я у него попросила атлас, у них моделировка чего-то там, в общем, какой-то ортопедический атлас. И я себе выписала норму приблизительную размера корона каждого зуба. Но мне это нужно. Мы вчера просто про шаблоны с вами общались, что доктор говорит, что у них требование такое, а они по шаблонам только имплантируют. Я имплантирую без шаблонов всегда. Все мои три попытки имплантации шаблонов закончились шутками просто. Ортопедическими, вот это вот ужас. Да я не знаю. Да я не знаю. Нет, я делала два раза по шаблону все на четырех на верхней челюсти. Мы с доктором переплевались. Он мне сказал, говорит, хватит это заказывать, ты ставишь все по КТ лучше, чем все эти шаблоны. Ну я делаю. А какой выход? У меня бывают ситуации, когда ничего другого не решить. На верхней, стараемся только на верхней делать. Для низа у меня много вопросов там. Это не единую? Да, провизорную. А потом уже как бы через полгода мы даже иногда 6-8 месяцев выдерживаем. Но пока что как бы результаты хорошие. Два и два, это как по классике? Четыре, ну да, два и два. Ну вот последний раз мы делали, я по-моему двадцатку ставила, да, вот в дистальные имплантаты, двадцать длинную. Длина? Двадцать миллиметров. Длина? Двадцать миллиметров. Я вот так грубо нарисовала, а вот если у меня кончики импланты... Ильброс, а давайте вы мне это покажете, я не вижу ничего отсюда, я вам признаюсь. Здесь нету людей? Через пару лет. Я не вижу, я вам с таком подойду, я не вижу то, что вы показываете. Ну допустим, это кончики импланты, это основание, это Квань, самый лучший художник. Это что, это вверх? Это так не ставится. Наоборот, наоборот углы же. Да, значит, наоборот. Наоборот углы. Это тоже естественно к переимплантитам относится, просто этим методом не все работают. Вот так. Где вы говорите про кость? В каком месте? Ну по мне, у меня должна быть где-то. Здесь? Почему? Медиалем или пастом? Чаще не станем, потому что у вас не плакал пациент. Чаще не станем. Ну пока вот как бы мы контролируем, мы каждый год делаем все равно вот исследования, ну там компьютерную томографию и делают этим пациентам. Пока что нет, такого нет проблем. Я думаю, что здесь очень много зависит от переходников вот этих, потому что один раз нам пришлось эту историю выполнить на системе, которая не предназначена. И вот там у нас были проблемы. А переходники из вопроса устроилась? Мультиюниты вот эти все, которые там они... Я вот этим сделаю только на Нобеле, только. Но однажды мне пришлось выполнить эту работу на Альфа-Биле, это было... Ну просто нам пришлось выручить человека. Вот и все. И именно только с Альфа-Билу я имела одну проблему. Вот пока что выполненное на Нобеле у меня не вызывает никаких вопросов. Единственное, что я не пользуюсь их шаблоном, я... У меня есть гайд их, вот эта вот линейка обычная, и я ставлю по нему. Хорошо, а какой вопрос? А вот, допустим, своему близкому родственному ты сделал это? Если у него показания, то, конечно, это в любом случае несъемная конструкция. Это другое качество жизни. Это то, как мы с вами будем лечить переимплантит с атрофией. И с вовлечением или без вовлечения. А, костная структура. Вы извините, Эльпрус, просто это такая... Это очень отдельная история. Это как бы, ну, это... Ну, молод читает три дня этот курс, как бы... Да. Вы же понимаете сами, что человек, который работает постоянно, все время все равно есть вопросы. Они возникают по ходу нашей просто клинической практики. А если человек только сидит за письменным столом, то он может только компилировать эти вопросы. Все нашли, да, от себя все? Вспоминаем наше вчерашнее занятие. В области рецессии на имплантатах было множество предложений, но все до господина Зукелли очень боялись делать в области имплантатов вертикальные разрезы. Поэтому все методики были а-ля тоннелирования карман, карлорацки. Вот какие-то такие вещи, чтобы ни в коем случае не выполнить вертикального разреза в области имплантатов. Это связано, естественно, с тем, что там все очень деликатно и питание ухудшено. И все, что мы делаем, мы должны в области переимплантной зоне умножить на два. Всегда все наши превенции должны быть умножены на два, в отличие от всех тех историй, которые мы делали на зубах. Ну, профессор Зукелли человек такой авантюрного склада он характера и любит все новое. Я бы не сказала, что он прям такой экспериментатор, но он, наверное, новатор. Вот так я бы к нему отнеслась. И он предложил делать простое наше с вами любимое корональное смещение, надежный, стабильный метод для имплантологических ситуаций, связанных с рецессиями, как с вывлечением костной структуры, так и без нее. Но единственная оговорка всегда с применением, без вариантов свободного десневого трансплантата. Как вы думаете, с какими особенностями можем столкнуться в этой операции? Ну, пока с особенностями, не с последствиями. Давайте до осложнений пока. Прекрасно, спасибо. Контоминация меня мало сейчас волнует, мы с ней боремся. А вот мертвая зона – это такая, да, отправная точка. Если у нас с вами вчера мертвая зона – это была поверхность корня, это, конечно, не имеет питания, но это свое родное. Мы его буферизировали, он уже приобрел вот эту хорошую, правильную поверхность, бесклеточный цемент, корни. И это наша нативная структура, то это просто железо. Ну, или это диоксид циркония, если это аббатмент, да, или какой-то металлический аббатмент и так далее, в зависимости от той ситуации, в которой мы работаем. Соответственно, здесь вообще разговор может идти только о чем? Что мы увеличиваем? Что увеличиваем при установке свободного десневого трансплантата? И размер трансплантата не забудем, да, увеличить тоже? Хорошо. Значит, а на сколько мы его будем увеличивать? На такой же размер, как минимум, это минимум. На два. На два. То есть, вернее, на два. На два. И вот здесь я вам сегодня покажу. Закель этого не делает. Во всяком случае, я не видела в его операциях это, потому что он показывает ролики свои, когда, ну, как он выполняет это. Я не видела. Я вам вчера уже показывала, да, вот эти расщепленные крылья вокруг по максимальным сторонам вертикальных разрезов. Вот я для себя стала в области имплантатов их делать по определению всегда. Потому что это зона питания для трансплантата, и ты можешь сказать, что он у тебя там не умрет. Точно. Но это на два, потому что еще туда нам нужно завести. Вы помним, да, что мы не только будем, как при рецессии на зубе, фиксировать вот в этой зоне. У нас, получается, трансплантат будет вот здесь. Соответственно, и размер трансплантата мы тоже увеличим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok